Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Слава Украине. Я думаю, что не открою ни для кого секрет, что обычно мы привыкли видеть вас несколько в других обстоятельствах, в другой ситуации, с другим настроением. Мы слушаем ваши советы, мы смотрим ваши видеоблоги, но в последнее время, к сожалению, то, о чем вы вещаете, не вызывает улыбки, не вызывает у нас у всех радости. Скажите, пожалуйста, как у вас дела? Вот простой человеческий вопрос. Как вы? Плохо. У меня война. Ну, в целях безопасности вы не называете место, где вы находитесь, но, тем не менее, звучала от вас информация, что ваш родной Харьков город, и вы его не оставили, как я понимаю. Нет, нет, нет. Я через несколько дней после бомбардировок был вынужден Харьков покинуть, просто потому что мне надо было вывозить оттуда детей, внуков, женщин и так далее, и командую. Опять-таки, мне надо иметь возможность работать, консультировать. Все это в погребе делать не очень удобно, как вы понимаете. Поэтому мне удалось это сделать. Я не очень далеко от Харькова, но в относительной безопасности. А что вот на сегодняшний день представляет собой ваш город, который, ну, по всей информации, по всем сводкам, данным, один из тех городов, которые наиболее всего подверглись военным действиям, обстрелам, бомбардировкам? С одной стороны, город Харьков, это на сегодня, это с одной стороны город, которым очень сильно досталось от фашистов, но и тот город, где они чуть ли не по максимуму получили сдачу. Потому что взять город в кольцо они не могут, город продолжает снабжаться, из города продолжают идти эвакуационные поезда. В городе до настоящего времени есть интернет, электричество, во многих почти везде есть отопление, понимаете. Но, тем не менее, в городе не осталось ни одного жилого района, по которому бы не попали бомбы. Город живет, защищается, но все самое красивое, сам центр города, самые красивые площади, самые красивые здания. Такое впечатление, что эти мерзавцы просто сознательно поставили целью изуродовать город Харьков, понимаете, который был, есть и уверен, будет одним из самых красивых городов Европы. А кто-то из мирных жителей, я не имею в виду мужчина, так сказать, призывного возраста, да, вот кто-то предпочел остаться в этом городе, женщины? В городе огромное количество людей, нет, огромное количество людей еще в городе, это сотни тысяч людей, они просто не успевают эвакуироваться. А что с эвакуацией? Эвакуация продолжается, ну а эвакуация, возможно, транспортом личным, но опять-таки есть сложности с бензином, и есть значительное количество эвакуационных поездов, которые по железной дороге вывозят людей. Это все продолжается, но тем не менее огромное количество людей продолжает находиться в городе. Вот говоря о поездах, облетел буквально весь мир фотография перона в городе Харьков до отказа, забитый буквально вокзал, перон, просто какое-то невероятное количество людей. И хочется спросить, это вот ежедневная, ежечасная картина, или это вот какие-то регулярные рейсы раз в день, раз в три дня, которые собирают столько много народу? Или это вот постоянная картина? Это та картина, которую вы видели, это картина, которая была в первые буквально пару суток, когда еще не была четко определена логистика, когда у многих были определенные панические настроения. Сейчас ситуация относительно стабилизировалась, отлажен учет людей, которые будут выезжать, понимаете? То есть, по крайней мере, такого уже нет. И опять-таки значительное количество людей, волонтеров помогают людям. Короче говоря, такого уже нет. Город Харьков действительно показал всему миру, во-первых, что сейчас освободители, братья, бомбят русскоязычный город, понимаете? В котором практически большинство, и мэр, и большинство жителей говорят именно по-русски. И вот они пришли освобождать, понимаете, своих не знаю кого. Ну, это абсолютно трагедия, основная, главная, наверное, трагедия, кроме, конечно, смертей, да, этой войны заключается в том, что ситуация такова, что русские воюют с русскими. Брат идет на брата, в том числе. И когда вы сказали, что самое страшное, когда вы произносите фразу «брат идет на брата», вот в Украине уже не готовы, вот эта формулировка уже не устраивает никого. Вот все. Мы, как Каин и Авель, на разных полюсах добра и зла сейчас, понимаете? Вот так это обстоит все. А как вот тогда чувствуют себя? Ведь в Украине очень много русских людей, именно нерусскоязычных, как у нас это принято говорить в Латвии, да, а русских людей. Вот как у них в этом смысле с какой-то самоидентификацией вот сейчас? Это же какой-то просто развал всех вообще устоев. То, что вы сейчас озвучиваете, это на самом деле в определенной степени такой миф российской пропаганды. Понимаете, удивительное в том, что в Украине действительно есть русскоязычные люди, но они украинцы. Есть понятие политическая нация. Вот она здесь за 30 лет сформировалась, а русские тут были до 2014 года. А в 2014 году у всех глаза открылись, все все поняли. Понимаете? И ты либо украинец, ты можешь быть венгру-украинец, еврей-украинец, русский-украинец, но ты все равно украинец. Вот так это сейчас обстоит. Ты можешь говорить по-русски, на иврите, ты можешь говорить на венгерском языке, на каком угодно, а ты все равно украинец. Потому что ты живешь здесь, любишь эту страну и хочешь, чтобы твои дети здесь жили, учились. И умереть хочешь на этой земле. И любишь ее больше всего на свете. Она для тебя самая красивая, самая лучшая. Вот что такое украинец. Вот и все. Поэтому русских здесь не осталось. Ну, то есть они, условно говоря, есть, которые мечтают о сильной руке, о том, что всех мир, весь мир побороть и так далее, всех захватить, новые земли, имперскость. Ну, есть, конечно, но это скорее исключение. И за этим исключением обычно стоит бизнес в России, например, какие-то конкретные корысти конкретного человека. Это, ну, упаси Боже, не искренняя вера в то, что русский, он сюда поможет. Нас же как все мучили. Русский солдат не бросит в беде, поможет слабому. Памятник советскому солдату с девочкой, спасенной на руках в Крептом парке в Берлине. Вот он немецкую девочку спас. Вот он какой русский солдат. Так русский солдат пришел сюда убивать наших девочек. Понимаете? Ну, вот в том и заключается мой вопрос, что мы все-таки русскоязычные, будем так говорить, люди росли, воспитывались на каких-то идеалах, на каких-то символах того же русского солдата, спасающего мир от фашизма. Какие бы сейчас ни были обстоятельства, но мы все на этом выросли. И вот сейчас происходит просто развал всех этих понятий. То есть мы сейчас как личности, люди, которые относили себя культурно, ментально к русской нации, у нас сейчас происходит полный вообще развал, распад личности. Как нам себя идентифицировать сейчас с Россией, не знаю, там, с русскостью какой-то, когда вот такое происходит? Ну, я себя, посмотрите, я, например, очень сильно русскоязычный человек. И я, для меня русская культура, это, ну, это очень-очень много. И даже сейчас из моих, мои любимые писатели, ну, практически все русскоязычные. Ну, понимаете, на сегодня. И так далее. Вот, и я могу даже сказать, что даже тот самый социалистический реализм, который, казалось бы, ну, какие он создавал шедевры. Возьмем те же, там, два капитана Каверина. Да, ну, это же вещь, которая, ну, вот, это же повесть о добре и зле. О чести, да, о достоинстве, о пути правде, да. Это, вот, да, такая парадигма есть в мозгах. Но еще раз говорю, разделить Россию и русскую культуру. Ну, вот вы говорите, что вам удается отделить вот это культурное от политического в своей голове, для своей личности. А как вы в таком случае относитесь к тому, что, например, известные европейские театры, оркестры начинают отказываться от репертуара с композиторами, с русскими какими-то, например? Вот, насколько эти события должны влиять на культурный мир? Ну, сейчас, вот именно сейчас, это очень тяжелое время. Ну, вот сейчас, для всего русского. И надо, чтобы эта волна, конечно, схлынула. Я не понимаю, как можно отказаться от Чайковского. Извините, для меня это... Я не перестану боготворить там Лемешева и Козловского. Понимаете, я, для меня, там, пиковая дама, где Атлантов, там, пел Ленского, ну, для меня она... Ну, ладно, ну, я это люблю, да, да. Ну, я это совершенно не... Простите уж, пожалуйста, но я не ассоциирую это с Путиным. Хоть вы меня, что со мной, не делаете, понимаете? Я вообще, это к политическому... Неужели Россия это Путин, Абрамович, Сечин? Все эти две недели сердцем, мыслями с вами, с вашей страной. Я не знаю, доводится ли вам видеть, слышать то, как поддерживает Украину мир и ощущать там по гуманитарной помощи, каким-то финансовым тоже вложениям в помощь. Очень часто мне приходится отвечать именно на этот вопрос. И я вам хочу сказать, что все заявления Столтенберга перечеркивают всю помощь, которая только есть. Понимаете? Причем в Украине больше всего сейчас надо остановить убийство. Реально в Украине убивают женщин и детей. Европа, США, все наши друзья, союзники, братья. Нет, как раз это в очень малой степени относится к Прибалтийским республикам, поскольку их тоже не сильно спрашивают. Все эти первые политические звезды совершенно отчетливо показали всему миру, что ребенок в бомбоубежище в Харькове и ребенок, гуляющий по Елисейским полям, это абсолютно разные дети. Их ценность абсолютно разная. Убийство женщин и детей в Харькове, это не то же самое, что убийство детей и женщин в Риме или в Мюнхене. Это разные люди. По ценности, по значимости. Понимаете? Что вы имеете в виду? А что тут пояснять? Что тут пояснять? Это совершенно... Здесь убивают людей. Говорят, закройте небо. И детей убивают только потому, что у Украины нет систем, нет такого количества самолетов, нет такого количества противовоздушной обороны. Нет, поэтому их убивают. Мы не будем помогать вам их защищать, ваших женщин и детей, потому что тогда могут пострадать наши женщины и дети. Поэтому пусть они сначала поубивают всех ваших, а потом мы уже будем делать что-нибудь дальше. Вот так обстоит вопрос. Но для вас не является весомым аргументом то, что действительно военный конфликт может перекинуться на всю остальную территорию Европы и задеть другие страны. И тогда в том числе и помощь уже не будет сосредоточена конкретно на Украине, а придется помогать уже и другим странам. А вы уверены в том, что если сейчас Украина не проиграет, то завтра они начнут, не придут к вам? Евгений Олегович, вот вы сказали, что вы понимаете это так, что ребенок в Харькове не равен ребенку в Марселе. Но если будет складываться ситуация такова, что небо все-таки закроют, объявят эту бесполетную зону, и конфликт развернется в том числе и на Европу, и если начнут умирать в том числе дети и в Марселе, ну вот вы просто упомянули, допустим, этот город, Украине от этого станет легче, если и там, и там будут умирать? Нет, вопрос вообще не в этом. Нет, смотрите, вопрос решается так, сейчас не умирают дети в Марселе именно потому, что они умирают в Харькове. Ну вот так же обстоит вопрос. Ну что ж, спасибо вам большое, я надеюсь, вот опять же кусочек маленький из мирной, пока еще, я надеюсь, что так и будет, из мирной жизни, и желаю вам, чтобы вот скорее тоже в вашей жизни были вот такие рисунки от деток, чтобы все скорее нормализовалось, мир в вашей стране, мир в вашем дому, молимся за вас, всего вам самого доброго, спасибо большое, держите. Спасибо, мы победим, конечно, слава Украине.